Приветствую, ваш Ольга. Я думаю, что ваш текст, он не столько длинный, сколько достаточно сумбурный. У меня такое ощущение сложилось, что вы с одного на другое перепрыгиваете, вот. И мысли какой-то, вот, одной мысли вы не удерживаете в тексте, вы не раскрываете какой-то одной мысли. Вот, это мне кажется, куда более серьезным моментом, чем то, что ваш текст просто длинный. Вот, это первое. Второе. У вас, по сути, два вопроса. Первый вопрос касается того, зачем он так делает, с точки зрения психологии. А второй вопрос касается того, какой текст ему написать и что написать. Ну, я предлагаю вам последовательно разобраться со всем. То есть, последовательно разобраться с каждым из вопросов, которые вы задаете. Во-первых, с точки зрения психологии, зачем он так делает, информация об этом вам, в общем-то, ничем не поможет. Вот, потому что это не решит ваши проблемы. Это не решит вашу проблему восприятия. Это не решит вашу травму, не лечит вас от травмы и это не позволит вам жить дальше. Потому что сейчас вы жить дальше не можете. Я думаю, что мужчина общается с вами, потому что, с одной стороны, он чувствует вину перед вами за то, что поступил вот таким образом. Вот, это, мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, мужчина это делает, потому что он не доверяет той женщине и рассматривает вас, как такой мостик, куда он смог бы вернуться в случае, если у него с этой женщиной, с которой он сейчас, ничего не получится. Ещё нельзя сбрасывать со счетов вариант, в котором у него просто остались к вам чувства, ведь он бросил вас достаточно резко. То есть, вот вы пишите, что были серьёзные отношения, жили вместе, собирались разбираться и всё рухнуло в один миг, когда он сказал, что отношениям конец. Сделал это резко, грубо, по мейдеру, когда я была на работе. То есть, такое ощущение, да, что мужчина просто испугался, испугался вот всей серьёзностью отношений с вами. Но чувства, как бы, они всё равно есть, да, чувства, чувства, они никуда не делись, вот, с его стороны. И я думаю, что вот так он пытается их проявить. Конечно, это очень деструктивная форма проявления чувств, и вам, безусловно, не стоит давать обратный ответ на эти чувства, но факт остается фактом. Вот. Дальше. Следующий вопрос. Значит, каким должен быть мой текст примерный? Вот вы себе это как представляете, Ольга, что мы вам дадим прям вот такую готовую форму текста? Ну, я думаю, что это будет не искренне. Я думаю, что вам нужно поработать с психологом, тем более, что кошку сейчас вы всё равно взять и не можете. И после этого уже сформировать свою позицию. Вот. Сейчас вы слишком эмоционально, мне кажется, настроены, и никакого результата от этого не будет. Вот. Дальше, значит, давайте разберём ваш текст, который вы написали. Значит, всё рухнуло в один миг, пишите вы, когда он сказал, что отношение мканя. Вот всё рухнуло в один миг для кого? Для вас? Почему? То есть, понимаете, складывается ощущение, что вы в этих отношениях чересчур растворились. Складывается ощущение, что вы в эти отношения чересчур глубоко погрузились и забыли про себя. Дальше, значит, дело это резко, грубо говоря, когда я была на работе. Я вечером собрала сейчас вещи и ушла. Опять же, почему-то вы не пытались, не попытались, не поговорить, не выяснить, ничего. То есть, вы не сделали что-то, что могло бы выглядеть как борьба за отношения и попытки их сохранить. Ну, может быть, вы что-то делали, но вы не написали об этом. Сначала говорили, что уходят никуда, а спустя месяц признаются, что есть некая дама с работой бывшая, с которой он знаком много лет. А как это происходит? Вы спустя месяц общались с ним или что? Спал с ней, когда она была замужем, а он встречался с девушкой до меня. То есть, имеется в виду, что пока он был с вами, он не спал. Хорошо. Ну, а как это всё относится к вашей ситуации? То есть, очевидно, что мужчина чего-то с вами не получал, раз он обратил внимание на другую женщину. Нужно делать анализ отношений, чтобы понять, какие ошибки вы совершили. Я пошла к психологу, и что? То есть, вот вы просто написали, я пошла к психологу, но не написали ни, что вы делали с психологом, ни какого результата вы добились, ни по какому вопросу, вы пошли к психологу. То есть, просто пошли. Однако, прошло полтора года, а я никого к себе не пропускаю. Ну, с одной стороны, вы не отпустили отношения с этим мужчиной, по-первых. С другой стороны, вы боитесь близости, потому что, очевидно, что у вас есть проблемы с личными границами. На это указывает вот то, что всё рухнуло в один миг. То есть, как бы, мужчина от вас ушёл, и всё, и ваша жизнь остановилась. Да, то есть, как бы, это говорит либо о значимости мужчины для вас, либо о значимости семьи для вас, либо о том, что вот вы через чудо человека растворяетесь. Вот. В первом случае речь идёт о желаниях, о потребностной сфере, а в втором случае речь идёт о переносе ответственности за чувство защищенности на другого человека. И об отсутствии личных границ. Дальше, значит, поначалу ещё ходила на свидание, сейчас не хочу. Это вот как работает в вашем представлении, Ольга? То есть, вы ходите, ну, ходили, точнее, просто на свидание с мужчинами, которые вам, ну, были незнакомы, или как? То есть, как это у вас происходило, как это у вас происходило? То есть, вот, что было между, грубо говоря, вами, общего, между вами и мужчинами, с которыми вы взаимодействовали? Вот, что общего было между вами? Ну, мне кажется, это очень важный момент, потому что, ну, всё значит, просто хожу на свидание, это, ну, это немножко не то. Немножко не то. Немножко не так работают, не на такую, ну, строят отношения. Так. Начал вторую работу, после одной работы. Ну, работу. Ну, то есть, грубо говоря, вы избегаете отношений через работу. А у нас остался общий питонный скотч, который он не отдал, изначально предложил общаться с ней, якобы, с нашим общим ребёнком. Я отказался. Почему? Пытался два раза забрать её временно, писал ежедневно, выделял ту неделю, ту две на её проживание у меня. Как-то, вот, не очень понятно, что значит, выделял. Так как это доставляло, доставляло мне дикий дискомфорт, а забрать её силы не могу, в силу того, что мои родные брось, а я живу временно с ними. Ну, вот, дискомфорт, нужно разбирать. То есть, что именно причиняет вам дискомфорт. То есть, я понимаю, что у меня члены, я понимаю, что вам тяжело, но сейчас вы не опустили его. Я не знаю, чем вы занимались с психологом, да, в каком направлении вы работали и над чем, но вы не можете отпустить мужчину, не можете с ним общаться так, как будто вы старые добрые знакомые. Потому что всё равно этот человек не чужой вам. Всё равно этот человек, который что-то значит слава. И вы не можете общаться с ним просто как вот с хорошим знакомым. Вот это вот момент. Так, пришлось забыть и оставить ему, ну, забыть её вы не смогли, очевидно, сам это ваш вопрос посвящён этому. Я перестал ему отвечать, он регулярно просматривал мои сторис, неважно, какую часть я там выложу, выложу 10 картинок, просмотрю 10. А вы, вот я не очень понял просто такой сторис, это инстаграм, по-моему, по-моему, вы извините, я так вот не очень просто в этом разбираюсь. А как происходит процесс отслеживания, кто смотрел сторис? Недавно, спустя год, без общения вообще он позвонил и попросил посмотреть на ней, так как уезжает на отдых, как оказалось. Без общения вообще. А вы считаете, что должно было быть общение? Ну, вы же, вроде бы, сами общение прорывали, нет? То есть, тут какое-то вот противоречие, на мой взгляд. К тому же, она сильно заболела, и её нужно было лечить. На отдых уехал с той дамой. Пишал ежедневно по кочке, пока не прослался от меня в покое. Опять же, почему? О своей даме не рассказывал ничего, я один, я и кочка, я всё время дома и т.д. Так как, друзья, она сообщает, я знаю, что он живёт с ней и её взрослым 15-летним сыном, воночкой, где жили мы. Опять же, а должен был рассказывать о своей даме? Он, Ольга. То есть, я вот, вы это к чему пишите? Так, не знаю, возможно, она беременна, поэтому, так как у неё есть своя большая квартира от первого брака с мужем. Слушайте, ну, даже если она беременна, всё равно в общей квартире, в большой квартире жить лучше. Тем более беременной. Так что, опять же, как-то странно. И непонятно, для чего вы это пишите. Забираю кошку, привез денег, подарки, предложил за братьев, когда я захочу, я прошу оставить меня в покое. Вот. Тут снова противоречие. Вы просто оставите вас в покое, но при этом вы говорите, что он позвонил просто так, без общения. А какое может быть общение, если вы постоянно оставите вас в покое? Непонятно. Настой начал уговаривать, не злиться, мол, я всё понимаю, что сделать, ты по ней скучаешь, потом давай договариваться, я согласен, бери, когда ты хочешь. Я сказал ему, что знаю о том, где он живёт, и как, и что ни один, и что ни один. Рад, как раньше. А какое это сейчас имеет значение? Какое сейчас это имеет значение? То есть, для чего вы это сказали? Настой ответил, я ни на что не претендую, не прошу, только не хочу твоего дискомпорта, я хочу, чтобы ты брала айвори, ты скучаешь. Моё мнение, это просто слив, так как она ему или его даме не нужна, ну и что. А опять же, какая разница? То есть, какая разница слив это или нет? Вопрос вашего отношения здесь, а не их отношения к нему. То есть, вы постоянно думаете за других людей здесь. Он, ну, хочет сделать моими руками, всё, мол, сама забрала, и что? Опять же, и что? То есть, может быть и так. Но вы-то сами хотите кочку забрать или нет? Если хотите, и можете забирать, если не хотите, и не можете, то не забирайте, и всё. То есть, как бы, вы здесь пытаетесь думать о других, но... Печет постоянными вопросами, как её кормить, чем, я очень расстроилась, из-за чего. Год прошёл, я стал приходить с себя, тут появилось сон и все заново. Ваши чувства и эмоции, они остались. То есть, как бы, с этим нужно работать, Ольга. Это просто так само по себе не уйдёт. Вот. И опять же, я не знаю, что вы делали с психологом, да, но... Как бы, вы... Вы ожидали, что... Вот какие у вас ожидания были? То есть, вы ожидали, что... Просто пройдёт какое-то время, вы успокоитесь, чуть-чуть уйдёт, и мужчина, при том, что он вам постоянно признал, да, он не будет появляться в вашей жизни? Эм... Дальше. Так. Значит, зачем он так нелось? Я пока взял базу, совсем предоставил им отвечать и даже заходить в мессендеры и сети, так как она хочет прийти в себя, видимо, драма не отпустила. Санэлл у себя, скорее всего, не придёт. Эм... И громкость, кроме того, вы опять... Действуйте... Действуйте так, что... Прерывайте общение. Так, эээ... Кочку совсем даровать пока не могу, но в будущем бы хотела. Отлично. Тогда? Так, напишите в мышлении, я смогу добрать кочку, тададададад на совсем, если ты хочешь. Всё. Эээ, понимаете, поделить ребёнка, как он сказал, общаясь с ним, тоже не могу, больно. С болью, может, с болью нужно работать, это личностный рост, так как правило, вы пока отказываетесь. Как мне правильно поступить? Что бы что? Я бы хотел написать правду, ему это мне причиняет боль от общения, и я могу либо забрать ее со временем, либо забыть о всем. Ну, то, что вы напишите про то, что вам причиняет боль, ничего не изменится. Мужчина просто скажет, что прости, прости, и вы будете не удовлетворены, и с болью нужно работать, и работа это с психологом ваша. Так, но это тяжело, я ее двух не спросил. Да, но вы написали ранее, что вы ее забыли. Странно. Человек мог найти миллион вариантов, куда ее деть, но решил нарисоваться в моей жизни. Опять же, вы здесь думаете за него, а не про себя. Видите, это ей зависимость. Вот это любовная зависимость так проявляется. Так, к слову, я ни разу ему не писала сама, ни о чем не про нее попросила. А это к чему? А если я права, что нужно обговорить все, каким должен быть мой текст временный? Да по факту. Мужчине надо общаться по факту. Что я думал про кошку, я смогу ее забрать там только на совсем, я не могу забирать ее по чуть-чуть, потому что я к ней привязываюсь и потом скучаю. Либо я ее заберу совсем через какое-то время, либо вот как вы написали, так и напишите. И все. Но еще раз, кошка это кошка, а ваши отношения это ваши отношения. И для мужчины пока что они закончены. Поэтому говорить об отношениях, это значит говорить вам самой собой, по сути. Так, я понимаю, что говорить нужно только о себе без обреков и обвинений, хоть и хочется. Вот это нужно прорабатывать с психологом. Стоит ли говорить вообще? О чем? О кошке? Да. О своих чувствах? Нет. Это не имеет значения, вы только будете чувствовать себя еще более обиженной, еще более униженной и так далее. Ага, так, я хочу ее решить, так как боюсь, что он из моей жизни не униженит, будет писать и писать. Ну здесь опять же, вы проявляете безответственность личную, потому что вместо того, чтобы работать над собой, да, и раскрывать свои проблемы, вот те, которые я озвучил в начале, вы просто хотите сбежать. Ну вот, это так не работает. Ааа, дальше, при встречах он говорит, что в целом порядке мы нормально общаемся, а рот не закрывается. А что в этом плохого, Ольга, в том, что он так делает? То есть, что в этом плохого? Если человек хочет остаться с вами знакомыми, пока что. Если он будет претендовать на что-то большее, да, можно и ныженит таким отпором. Но пока этот человек просто хочет остаться знакомыми с вами. Он не считает, что вас обидел, либо он понимает, что он вас обидел и вот так пытается извиниться, кто знает. Но что плохого в этом? Да, вы не можете. Это я понимаю, вы не можете с ним общаться. Так это ваше ответство. И вам с этим нужна работа. Иначе вы не сможете двигаться дальше. Дальше, к слову, мне 32, ему 42. Ну смотрите, мужчина на 10 лет старше вас, это с психологической точки зрения имеет большое значение, что вы выбираете мужчину сильно старше вас. Это, как правило, акцентуация внимания на ваши отношения с отцом. На отсутствие хорошего контакта с чувствами. И на такой вот потребности в любви, в заботе и доказательстве, что вы достойны. Что вы достойны любви, что вы достойны признания и так далее. Вот. А если я брал, то в этом направлении вам нужно работать. Вот. То есть, детско-родительские отношения, возможно, и вот, так сказать, критерий выбора мужчинам. Там еще 10 лет, это срок достаточно большой. Вот. Соответственно, если это просто ваш выбор, если это просто мужчина, который вам понравился, с которым вы закатрули быть вместе, это ладно, это окей. Но тут вся, только в том, что вы очень сильно переживаете, вам очень больно и это нельзя просто так вот оставить. Это нельзя не заметить. То есть, есть здесь связь. Есть связь между тем, как вам тяжело и тем, что мужчина, мужчина старше вас на 10 лет. Вот. А в целом, в целом, чем проще будет текст, тем лаконичнее будет текст, тем более конкретный будет текст, тем больше у него будет фактов, больше у него будет именно вашей позиции и меньше будет эмоций, тем будет лучше и тем быстрее вы с мужчиной договоритесь. Потому что мужчины понимают логику, мужчины понимают логику формальную, вот. А вы пытаетесь в этом всем, когда отыграться за ту боль, которую мужчина вам причинил. Я вот понимаю, но это так не работает. Вот, вот, примерно так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.